Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании «Сампо» о главных событиях этого дня. Расскажем вам я, Анна Яровая, и мои коллеги. Муж был дома, успел взять только документы и деньги. Все, больше ничего. Загорело абсолютно все. В минус 20 остались без крова. Погорельцы дома на улице Муизерской просят о помощи. Администрация ищет любые способы для того, чтобы как можно более безболезненно завести сюда своих перевозчиков. Обещанного конкурса не будет. С нынешними перевозчиками мэрия попрощается через две недели. Мальчики не такими методами должны действовать. Если вы хотите бороться, вызывайте ГИБДД, пусть их штрафуют. Движение «СтопХам» – провокация или реальная борьба с нарушителями закона? Накануне в Петрозаводске загорелся жилой деревянный дом на улице Муизерская. Пожару присвоили повышенную категорию сложности. Его тушили 30 человек с помощью 9 единиц техники. Однако спасти дом, в котором проживало 7 семей, пожарные не смогли. Причины возгорания выясняются. А Погорельцы меж тем критикуют МЧС и просят о помощи. В семьях пострадавших есть маленькие дети. Пожар, к счастью, не унес человеческих жизней, но оставил 7 семей без крова, имущества и документов. При этом Погорельцы уверены, что если бы спасатели действовали расторопнее, а в гидрантах не замерзла вода, часть дома можно было спасти. По длительности горело это, но мы уехали в полодиннадцатого вечера, это все еще тут дымилось и горело. Сегодня тоже это горело, вызывали еще раз пожарных. Воды у нас не было в гидрантах, поливать было нечем. Машины уезжали, приезжали, раза три точно. Мы сидели в машине спецчасти, искали, вода кончилась, куда ехать. Дом можно было спасти, хоть какую-то часть. Хотя бы вот эту вот половину можно было спасти. Очень долго все делалось, очень долго. Сейчас людям остается только просить помощи у людей и власти. Я с работы приехала и обнаружила все. На пламя попала, на самый разгар. Там все, что было, все там. И животные, и все. Документы, только паспорта с собой, сумочки. Больше ничего, все восстанавливать. Муж был дома, успел взять только документы и деньги, все. Больше ничего. Сгорело абсолютно все. Мы вот были в мэрии, нам дали продуктовый пакет, обещали помощь оказать. А с квартирой неизвестно, что будет. Сказали, может быть, дадим что-то, будем смотреть по ситуации. В мэрии погорельцам обещают выдать единовременное пособие в размере 5000 рублей. И к другим темам. Акционерное общество Россети предложило надвойскому алюминиевому заводу выпускать провода для электросетей. Вопросом сохранения производства на предприятии и создания условий для его развития была посвящена встреча первого заместителя главы Карелии Олега Громова с представителями компании Россети и Русал. Так, компания Русал рассматривает перспективы развития предприятия, а также возможности привлечения партнеров для переработки алюминия на мощностях завода. В частности, речь идет о запуске крупного производства по изготовлению алюминиевых радиаторов отопления. В свою очередь, акционерное общество Россети предложило организовать в надвойцах производство современных алюминиевых проводов. Свою инициативу компания готова подкреплять долгосрочными контрактами на закупку продукции. Однако на самом заводе считают, что сегодня сохранить производство на предприятии можно только за счет снижения затрат на электроэнергию, стоимость которой для завода выросла за последние годы в несколько раз. Бизнес-инкубатор Карелии в этом году не повысит размер арендной платы за свои площади для предпринимателей. Сегодня инкубатор – это база для 26 организаций. В основном поддержкой пользуется бизнес-сфера услуг. Бизнес-инкубатор отчитался об итогах работы в прошлом году. Сейчас здесь размещено 26 компаний, ушло 3. Аренда, включающая в себя коммунальные платежи и широкий спектр сервисов, не меняется. Сумма платы – 300 рублей квадратный метр для фирм, работающих первый год. Для второго года – 400 рублей, и для третьего – 500. В среднем компания с трехлетним стажем за три рабочих места платит в месяц около 17 тысяч. Места есть. Вполне нас все устраивает, очень удобные условия труда, то, что нам сдают полностью готовый офис, оборудование, все замечательно. В целом, единственное, может быть, так как мы работаем в сфере туризма, для нас не совсем удобно, что не всегда есть допуск в выходные дни. В прошлом году бизнес-инкубатор активно старался наладить связи с районами. Создано пять информационно-консультационных центров в Беломорской коливале Сегежики-Ми в Костомукше. Они помогают бизнесменам найти ответы на разные вопросы, помогают восполнить пробелы в знаниях. Востребованность потихонечку растет, потому что информация о том, что открыты такие информационно-консультационные пункты, только начинает распространяться. Буквально в середине октября начата эта работа. И мы активно привлекаем взаимодействие администрации районной. На базе инкубатора создана общественная приемная, уполномоченная по правам предпринимателей. Только с начала работы в конце прошлого года туда поступило более 60 обращений. Успешно работает и Центр поддержки экспортно-ориентированных компаний. В этом году его сотрудники намерены продолжить активно налаживать контакты с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом. С тем, чтобы помогать нашему бизнесу найти партнеров и инвесторов. Частные транспортные компании доказывать свои права на работу будут в суде. Напомню, мэрия города в одностороннем порядке разорвала с ними муниципальные контракты. И с 17 февраля они должны уступить место другим перевозчикам. При этом конкурс на пассажирские перевозки в мэрии проводить не собираются. О новом витке в транспортном конфликте карельской столицы расскажет Александр Батов. Из транспортных компаний, которые полгода назад подписали с мэрией трехлетний муниципальный контракт на пассажирские перевозки, массово увольняются сотрудники. Люди не видят смысла работать, ведь им осталось возить горожан чуть больше двух недель. Перевозчики видят в этом совершенно четкие цели, которые преследует действующая в городе власть. Администрация ищет любые способы для очернения ныне работающих перевозчиков. Ну и естественно ищет любые способы для того, чтобы как можно более безболезненно завести сюда своих перевозчиков. Обещанный конкурс на пассажирские перевозки мэрия объявлять не будет. Городские власти ссылаются на постановление, выписанное еще предыдущей администрацией в мае прошлого года. В нем прописано, что можно обойтись без конкурса сроком до полугода. При этом перевозчик на эти шесть месяцев выберет, повторимся, безо всякого конкурса транспортная комиссия, состоящая из чиновников мэрии и депутатов Петросовета. По словам городских чиновников, эти шесть месяцев им необходимы для подготовки новой транспортной схемы города. Только после этого будет назначен конкурс на пассажирские перевозки. И для того, чтобы сегодня у нас не произошел транспортный коллапс в городе, как раз это постановление подстраховывает администрацию города и жителей, для того, чтобы на это время транспортное обслуживание в городе осуществлялось. Однако сами перевозчики считают, что это лишь подтверждает их версию о рейдерском захвате рынка перевозок. А что такое принятие решения по воле администрации? Это значит того, кого хочу, по непонятным критериям. Сами сотрудники транспортных компаний, имевших шанс на новый контракт, сильно сомневаются, что комиссия выберет именно их. Они уверены, что через две недели превратятся в безработных. У всех семьи, у всех есть какие-то финансовые обязательства. Уже вы, если возьмете трудовую книжку водителя, вы посмотрите, что за последние пять лет у него чуть ли не десять рабочих мест, которых он поменял, сколько можно уже людей кидать из одной организации в другую организацию. Сейчас из транспортных компаний уже уволилось около 50 человек. Всего их примерно 600. Что будет после 17 февраля, пока не знает никто, но перевозчики твердо намерены отстаивать свои права в суде. Кроме этого, соберутся водители и на очередной митинг у мэрии в ближайший понедельник. 130 из 200 миллионов рублей долгов предприятий по налоговым и неналоговым платежам удалось вернуть в прошлом году благодаря работе правительственной комиссии по мобилизации доходов. В этот раз на ковер вызвали шесть предприятий. Министр финансов Карелии Игорь Усынин сообщил, что из 50 злостных неплательщиков в прошлом году 20 отдали деньги. 17 заплатили налоги частично и 14 не заплатили ни копейки. Первый сегодня Лоуский водоканал задолжал по налоговым и неналоговым платежам более 2 миллионов рублей. Задолженность сохраняется. Что вы можете по этому поводу сейчас, по истечении месяца, еще раз сказать? Зарплату выплачивать или налоги выплачивать? Вот я говорю, повестка, сейчас жду результата, сколько меня штрафуют или что за мной сделает прокуратура. Денег как не было, так и нет. Основная причина долга – неплатежи населения. Люди должны за жилищные услуги почти миллион. Собираемость – 48%. Вторая причина – низкие тарифы. Как платить зарплату рабочим и налоги в этой ситуации непонятно. С этим предприятием необходимо работать отдельно. Еще пять компаний-должников обещали заплатить налоги. Срок назначен до 15 февраля. Под знаменем борьбы с преступностью. Теперь эта фраза для карельских наркополицейских совершенно справедлива. Региональное управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков получило свой собственный стяг. Сегодня его торжественно вручили сотрудникам управления. Вручается с нами управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Республике Карелия. Прошу всех встать. Для торжественной передачи знамени в Карелию прибыл начальник департамента Федеральной службы генерал-лейтенант Алексей Злобин. Он же вместе с отличившимися сотрудниками управления и первым заместителем главы Карелии прикрепил полотнище к древку. Символический смысл прибивки знамени – это когда весь личный состав управления заявляет о своем единстве, в целом сплачивается вокруг начальника управления и федеральной службы в целом. Своим знаменем обзавелась и сама федеральная служба и другие ее территориальные подразделения. Это не только великая честь, я не побоюсь этого слова, для нашего управления, это еще и высокая обязанность. Само же знамя, на одной стороне которого изображен герб России, а на другой – эмблема федеральной службы с гербом Карелии, будет храниться в республиканском управлении и станет неотъемлемой частью каждого торжественного мероприятия. Где сложнее всего припарковать автомобиль в Петрозаводске? В ГИБДД полагают, что у крупных торговых центров мест мало, желающих много. Искушение поставить машину под запрещающим знаком велико, причем кроме штрафа нарушителей может ждать еще один сюрприз. Наклейка на лобовом стекле. Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу. Движение СтопХам – благо или провокация? Ответ на этот вопрос попыталась выяснить Елена Фомина. Движение СтопХам появилось в Петрозаводске год назад. Припарковались в неположенном месте – получите стикер на лобовое стекло. Два десятка подростков каждую неделю устраивают акции. Снимают их на видео и выкладывают отчеты в интернет. Стало столько хамов на дорогах, чтобы просто невыносимо не ходить, не ездить на машине. И хочется сделать, чтобы город стал более культурным. СтопХамовцы уверяют, что действуют исключительно по собственной инициативе. А деньги на стикеры получают от партнерской программы на Ютьюбе. Девушка, здравствуйте. Федеральный проезд СтопХам. Здесь остановочка запрещена. Если бы это была просто акция. Вот прошли, наклеили наклейки и ушли. Это одно. Но ведь мы с вами видим, как сформированы ролики, как сформирована, преподнесена информация. Они наклеивают наклейки и ждут водителя. В госавтоинспекции полагают, что стопхамовцы сами провоцируют неадекватную реакцию водителей, часто при этом не заботясь о собственной безопасности. Весной прошлого года руководство ГИБДД обсуждало с активистами возможное сотрудничество. Хотите помочь? Вот вам жилеты, свистки. И контролируйте обстановку на пешеходных переходах. Но переводить старушек через дорогу молодым людям показалось скучно. Драйва маловато. Они когда наклеивают эти наклейки, они все стоят впереди автомобиля. Вот везде. Сразу перегораживают движение транспортного средства, стоят впереди. А где гарантия, что водитель не переключит передачу? Вот, например, на автомате, вместо не поставят на парком и не нажмёт на педаль газа. Ещё одну аварию наши пилоты приметили на улице Шотмана, напротив главпочтамта. Даже самый сознательный водитель иной раз вынужден парковаться не по правилам. Живёшь в высотке на Древлянке, ставишь машину во дворе там, где осталось место. Зимой, да. Иногда заезжаю на бордюр, на газон, но только зимой. Летом я никогда не оставляю машину на зелёном газоне. Никогда не ставлю впритык к подъезду, потому что знаю, что выходят люди, это неудобно. Если я еду куда-то в центр по делам, я могу машину оставить от магазина тоже на достаточно большом удалении и пройтись пешком. Выходы есть, просто надо учиться их искать. Знаешь ты, блин, и те лучшую математику учи, понял? Не беси, меня сейчас ментов вызовут. В начале декабря Наталья Жук приехала на приём в республиканскую больницу. Девушке предстояла операция. Стресс, нервы, и когда на выезде с парковки её остановили стопхамовцы, закончилось всё истерикой. 17 января это видео разместили в интернете. Наталью узнали, и начался телефонный террор. Ночные звонки от интернет-незнакомцев, смс-ки и, кроме всего прочего, просьба руководства написать заявление об уходе. Спасибо стопхаму. Мальчики не такими методами должны действовать. Если вы хотите бороться, ну вызывайте ГИБДД, пусть их штрафуют. То есть можно было и в моём случае так же сделать. Это было бы для меня наказание, но не такое, которое в итоге получилось. Сегодня госавтоинспекция Петрозаводска предлагает свой ответ движению стопхам. В феврале на вооружении у ГИБДД появится новый сертифицированный прибор – паркон. Установят его в патрульном автомобиле, что позволит фиксировать парковку под запрещающим знаком. Дожидаться владельца автомобиля больше не придётся. По результатам обработанной информации нарушителям будут рассылаться письма счастья с квитанциями об оплате штрафа. Сотрудники ГИБДД уверены, такая мера в борьбе с нарушителями будет эффективнее наклеек стопхамовцев. Ведь пока кроме агрессии у водителей подобные подарки не вызывают ничего. А как вы относитесь к движению стопхам? Таков наш сегодняшний вопрос дня. Заходите на сайт сампо.тв и оставляйте своё мнение. Итоги подведём завтра. А сейчас коротко о других событиях в республике. В России появился новый способ СМС-мошенничества. На номер телефона приходит сообщение, будто вашу машину поцарапали. Если перезвонить на номер мошенников, с мобильного счёта тут же списывается крупная сумма денег. Опознать то, что номер платный, непросто. Первые цифры ничем не отличаются от обычных. Женщины в Карелии стали рожать позже. Среднематеринский возраст в республике 28 лет, сообщает Фонд социального страхования России. При этом число молодых мам до 20 лет по сравнению с 2006 годом сократилось вдвое с 500 до 243. А вот количество женщин, рожающих после 40, наоборот, увеличилось в три раза с 60 до 187 человек. Всего же в минувшем году в Карелии на свет появились около 7,5 тысяч детей. При этом мальчиков на 300 больше, чем девочек. Приюту для бездомных животных срочно нужна помощь. Из-за сильных морозов 8 печек приюта работают на износ, не хватает дров, чтобы протопить помещение. Часть из них отапливается электроконвекторами, поэтому приюту нужны деньги на оплату счетов. Предложения о помощи принимаются по телефону 911-664-2406. Наступившие холода непросто пережить и лицам без определенного места жительства. Чтобы поддержать людей, Центр преодоления и местная религиозная христианская организация «Армия спасения» организовали горячие обеды для бездомных. Кому хлеб, перец нужен, подходите. Гороховый суп и чай по четвергам не так много. Но для тех, у кого нет крыши над головой, это ощутимая помощь, особенно в стужу. Каждый четверг в течение зимнего периода, то есть январь-февраль месяц, точно далее по необходимости, мы организуем дополнительные обеды для лиц без определенного места жительства, которые будут проходить на базе нашего учреждения здесь в 14 часов по четвергам. Данная акция «Дополнительная мера», то есть Центр преодоления, продолжает кормить людей без определенного места жительства, как и раньше, ежедневно. За день на кооперативную 7А обращается до 40 человек. Армия спасения кормит горячим обедом нуждающихся и по субботам в полдень на Кемской, 15. В столице Карелии в настоящее время насчитывается примерно 400 бездомных граждан. Рассказы людей, переживших блокаду Ленинграда, стали основой нового видеопроекта «Медиа-центра «Выход». Его идейный вдохновитель – художник Сергей Терентьев. Этот фильм он снял специально к 70-летию снятия блокады, которая отмечалась в начале этой недели. На презентацию проекта «Дети ленинградской блокады» побывала Алена Сянти. Композиция из фрагментов кинохроники, анимации, архивных фотографий – это работа карельских художников под руководством Сергея Терентьева. Основа видеоинсталляции – интервью с блокадниками, которые в 40-х годах прошлого столетия были детьми. Главные действующие лица на видео – это как известные в республике люди, так и самые обычные. Разные жизненные обстоятельства, разные профессии, но блокада уравняла всех. Уравняла судьбой, в которой общие тогда – голод и смерть, общие после – способность к сопереживанию, отношение к чужой беде, как к своей. В фильме рассказы звучат из уст очевидцев, которые волей случая оказались в Карелии. Их биографии – это очень значительные биографии с точки зрения вообще послевоенной Карелии. Это и театр, это и промышленность, это сельское хозяйство, это образование и так далее. Кроме рассказов о самой блокаде, до и послевоенной жизни использованы фрагменты графических и текстильных работ петербургских студенток-художниц. Первыми видеопроект продолжительностью 2,5 часа увидят члены Карельского общества блокадников. Всю следующую неделю зрителями будут школьники. Широкая аудитория сможет чуть позже найти проект в интернете. Такими были события этого четверга, 30 января. Я, Анна Яровая, и мои коллеги прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин